Жителям земельных участков в Хатасах, находящихся в охранной зоне вдоль магистрального газопровода, будут предложены несколько вариантов решения проблемы. Об этом сегодня заявил вице-премьер Игорь Никифоров. Подход под одну гребенку здесь недопустим. В случае несогласия будем выслушивать доводы людей и, исходя из этого, решать вопрос. В любом случае правительство окажет жильцам всю необходимую помощь, подчеркнул вице-премьер. Он также сообщил, что встреча с хозяевами участков, где им будут предложены варианты, разработанные рабочей группой правительства, состоится в конце марта. Напомню, речь идет о собственниках земельных участков, чьи земли подпадают под магистральный газопровод, и в этой зоне запрещено любое капитальное строительство. Ну а более 300 участков, 35, оформлены под индивидуальное строительство. Часть из них уже построили на участках дома. Мы же определили механизмы, которые у нас возможны. Это первое, это выделение земельных участков. Второе, это на тех земельных участках, на которых объекты стоят, их можно эти объекты в рамках этого участка, значит, постройки передвинуть. И мы должны каждый участок, который есть, посмотреть до необходимого разрыва.